Ребята, всем привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал Псы городских икраин. В этом ролике я бы хотела ответить на один из довольно распространенных вопросов, которые встречаются у меня в комментариях. Почему я выбрала в качестве второй собаки именно шиперки, самую маленькую в мире овчарку, бельгийскую овчарку? Почему не белую швейцарскую? Почему не другие породы, о которых я вам часто говорила, что я о них якобы мечтаю, вроде южноафриканского бургуля. В общем, оставайтесь со мной, если вам эта тема интересна, то продолжайте смотреть. И в первую-в первую просто очередь я хочу немножко, может, вас разочаровать, потому что шиперки — это была порода незапланированная, вот прям вот так сильно, долго и на протяжении многих лет. Наверное, это все-таки была судьба, это был некий момент случайности, фортуны, совпадения, ну, называть это можно как угодно, с течением обстоятельств. Но вот именно это было решающим фактором в моем выборе, потому что вот буквально за несколько дней, вроде как даже за неделю, мы уже собирались звонить в питомник Грюминдалей, и также мы интересовались недавно родившимися щенками английского кокер-спиннеля, но питомник находился очень-очень далеко от нас, на Истре, и как бы, ну, это не очень удобно, тогда еще было очень холодно, у нас как бы нет своей машины, и как это все, в общем, устроить, плюс еще далеко не все таксисты согласны взять даже маленькую собаку в машине, в общем, было очень-очень много таких сдерживающих, что ли, факторов, ну, плюс еще я, вы знаете, журналист, поэтому если я нахожу даже какое-то аппетитное объявление на Авито, или еще где-то, то я всегда пробиваю абсолютно все, то есть от меня не скроется ничто, и если я нахожу хоть какую-то зацепку, которая меня, скажем так, напрягает или вызывает большое количество вопросов, то я сразу же отметаю, и, в принципе, аналогичная вещь состоялась с объявлением о продаже Грюминдалей, якобы это был питомник с Красной Горки, с Красногорска, довольно известно, они, кстати, разводят не только Грюминдали, но и Шиперки, но слишком много было, вы знаете, несовпадений на сайте питомника, и вот в этом самом объявлении не совпадало вообще все. Дата рождения щенков, адрес самого питомника, то есть большое-большое количество таких каких-то несостыковок, таких спорных моментов вызывали в целом у меня сомнения, потому что на сайте было написано, что абсолютно все щенки Грюминдаля распроданы, но объявление обновлялось каждый раз, практически каждый день на сайте, на Авито, соответственно. И мы на самом деле решили не рисковать, и я еще много читала отзывов владельцев о Грюминдалях с Красной Горки, но в принципе, вы знаете, невозможно вывести какую-то единую мысль, единый вывод касаемый щенков с определенного питомника, потому что кто-то говорит, что все супер, собака идеальная, прям все соседи завидуют и спрашивают, какая послушная, хорошая, где такое купить. А другие признаются, что им приехал там больной щенок или проблемы какие-то с психикой. В общем, все слишком, вы знаете, такое противоречивое, что лучше, да, наверное, своими глазами все увидеть, посмотреть, познакомиться с родителями и потом уже делать свои какие-то выводы. Но я вас плавно подвожу, да, почему именно шиперки, если вычесть, наверное, вот этот вот фактор удачи или судьбы и благосклонного совпадения с событий, я хотела овчарку, конечно. Я могу вам говорить сколько угодно, что я там мечтаю о южноафриканском бурбуре. Ну вы же прекрасно понимаете, какой южноафриканский бурбуль в Москве, в тесной квартире, где рядом нет абсолютно никаких парков, где ему негде будет подвигаться, побегать. Не будет же он круглые сутки сидеть у меня в запертии в квартире и охранять все, что здесь движется, и расширять свои границы до подъезда и до района. Я прекрасно понимаю, что это серьезная собака, которая требует очень серьезного и опытного владельца. И, что немаловажно, желательно, конечно, частного дома, чтобы у пса было свое участок, которое он мог бы спокойно охранять и выражать свои природные и врожденные качества без вреда и опасности для окружающих. Да, мне очень нравятся южноафриканские бурбули, и я не отрицаю моменты, что, может быть, когда-нибудь там на пенсии. Ну, может быть, даже раньше у меня придет в голову такая мысль, что я возьму щенка бурбуля, но определенно не сейчас. И я просто взвешивала осознанно все за и против. Почему не белая швейцарская овчарка? Ребята, мне уже говорили, что, типа, ну, что ты так боишься? Возьми вторую башоуху, типа, ты знаешь их как облупленных, и радуйся. Да, знаю, люблю эту породу, уважаю эту породу, но, вы знаете, хотелось чего-то кардинального другого. Потому что я настолько знаю Линду, я люблю ее и все ее качества. Они мне по душе сейчас. Но, вы знаете, хотелось чего-то другого. Хотелось вот действительно все-таки служебную посерьезнее, чем моя Линда. Потому что Линда – это что-то вроде лабрадора по характеру, но только пастуха. Ничего сторожевого, ничего такого служебного мне абсолютно не наблюдалось. Конечно, есть исключения. У меня много знакомых, у которых абсолютно другие ушохи. Просто мне вот так повезло. Но, в целом, как бы, знаете, основная тенденция становления современного темперамента, характера башоуха, она вот такая, все-таки стремится к некоторой мягкости, чем к жесткости немецких овчар. Это абсолютно две разные породы, и сравнивать их прям как-то абсолютно бессмысленно, мне кажется. Ну, разве что, может быть, в Европе говорят, что европейская линия разведения башоуха, она все-таки славится такими более серьезными собаками, которые по сей день служат там в полиции, ищут наркотики. И, ну, прекрасно себя в этом плане реализуют. Ну, да, я хотела что-то другое. Плюс, кого я еще, Груниндали, ну, понятно, но Груниндали мне нравились всегда, я очень люблю бельгийских овчарок. И видела их, и общалась с ними, это замечательные собаки, но вот не сложилось. На тот момент, когда мне нужна была собака, мне оказалось достойных щенков, а те, которые оказались в наличии, они вызывали меня слишком, таких много вопросов. Ну, вы знаете, когда вы что-то хотите, это бывает у женщин, в плане волос, вот у меня, например. Если я хочу поменять что-то в своем имидже, я должна делать это вот сейчас. Здесь и сейчас, или максимум на следующий день, иначе я потом перегорю, и мне вообще ничего не захочется. Вот с собакой, ну, конечно, да, было бы, наверное, странно говорить о том, что это была незапланированная покупка. Это была настолько запланированная покупка за 4-5 лет. Что, не знаю, мы, наверное, ничто в жизни так не планировали, как вторую собаку. Вот. И я также выбирала между... Господи, кто? Польская, подголянская овчарка и словацкий чубач. Ну да, опять-таки, это собаки с прекрасным характером, замечательные собаки. Обладают охранным инстинктом, также они нормально ладят с другими людьми, с детьми. Но, да, характер золота. Ну, вы знаете, бердские из нинхунды, вот это что-то похожее, только еще они замечательно охраняют. Но, опять-таки, размер. Размер, большое количество шерсти. Это в два раза больше моей линды. В среднем, польская овчарка весит около 60 вручек килограммов. А мы хотели брать кобеля, соответственно, они еще больше. Ну, вы понимаете, Москва. Квартира. Ну, все, на этом все закрывается. Вот, извините, я сейчас гуляю со своими ребятами, и я вижу, как Линде все равно здесь некомфортно. Она хочет побегать. А отпустить ее побегать я могу только в определенных таких маленьких местах по площади. Поэтому, ну, вот так. Поэтому размер собаки тоже был решающим. Я хотела собаку небольшую, но при этом относительно здоровую, спортивную. То есть она не должна быть флегматиком, истериком, поланхоликом. То есть она должна быть подвижной, спортивной, здоровой, но при этом очень легко обучаемой, человекоориентированной. И здорово, если бы не были хоть какие-то охранные качества, потому что Линда добрая душа, добрейшая. И часто нам это выходит боком. То есть она элементарно не может себя защитить на улице, когда подбегает какая-нибудь розированная декорация. И начинает ей просто впиваться там в горло, а она такая стоит, типа, ну, норм. В общем, мне хотела собаку, которая хотя бы немножко будет охранять, но при этом не обладать немотивированной агрессией. И шиперки, да, это самая маленькая овчарка в мире, служебная порода собак, как ни странно, пастушья в первую очередь, крысоловы. И мне они нравились всегда, но я не рассматривала их как потенциальную вторую собаку. Но я как-то наткнулась на объявление, увидела я их малышей и поняла, что они находятся относительно недалеко от нас. Позвонила, говорила, заводчица, и мне все понравилось. Мы поехали и купили. Это было просто помутнение какое-то. И вы знаете, я рада, что так получилось. Я рада, что я отпустила немножко ситуацию, потому что я была очень заморочена. Вы знаете, вы читали, если мой дзен, мой блог на дзене, вы знаете, как я мучилась выбором. И уже думаешь, ну, да гори оно все огнем, вот пусть будет, что будет. Вот какая порода мне попадется, вот глаз упадет, ее берем сразу, все. И это стал шиперки. Я также, конечно, я много читала в этой породе и мнения заводчиков, и владельцев. То есть это все не просто так вот было. И понимаю, что мне все подходит, за исключением, конечно, того, что шиперки, они брехуны, как говорят. Как говорят многие владельцы, они либо полаять, побухтеть. Ну, блин, я решила, что я буду прорабатывать этот вопрос. Я буду стараться делать так, чтобы мой пес не лаял попусту. И настоящий момент нам, сколько, четвертый месяц уже скоро будет нам сказать, что он меня лает как-то. Пока нет. Ну, пока. Я не знаю, что будет в будущем. Он бухтит, он вувкает. То есть если какие-то посторонние звуки страшные, или какая-то там собака страшная идет, или люди подозрительные, то есть он может повувкать. Вот именно вот вувкать, как будто он так вот чихает. Но вот такой прям звонкий, оглушительный лай, а он у них противный, очень противный, он задает крайне редко. Я этому очень рада и надеюсь, что оно так и будет продолжаться. Ну, хотя, да, еще не ветер, ему всего лишь 4 месяца, как бы все впереди, посмотрим, как оно будет. Шиперки, конечно, очень смелые, очень бесстрашные, очень активные и подвижные. То есть, в принципе, это все, что мне нужно. Но, вы знаете, я ни секунды не жалею, что я выбрала именно эту собачку. Я поняла это вот с того момента, как взяла на руки этот маленький черный такой пушистый комочек с такими глазками, мусинками. И я поняла, что да, это оно. Как я вообще жила все эти годы без него, я не знаю. И я прекрасно понимаю владельцев собак, которые рассматривают там, ищут вторую породу, вторую собаку себе и сомневаются. А это всегда трудно. Вот, знаете, первую собаку брать всегда проще. Ну, вы особо, ну, если вы даже имели какой-то опыт в прошлом, все равно вам проще взять первую собаку, потому что вы еще не хотите. У вас такой, знаете, незамыленный ум. А вторую собаку уже труднее. Вы знаете, что вы хотите. И знаете, что вы не хотите. Вы хорошо разбираетесь вообще в собаках, в принципе. И трудно. И вы прекрасно видите, что сейчас происходит вообще с разведением на собачьем рынке, скажем так. И уделяете внимание уже здоровью собаке, не только ее красоте, красивым глазкам и выставочным титулом. Но это труднее, понимаете. Думаете, ну, блин, да нафиг эти породы, лучше, блин, взять из приюта какую-нибудь собачку и радоваться. Тоже вариант, кстати. Я тоже рассматривала, думала, ну, если мне все вообще надоест, я устану выбирать, я просто возьму собаку из приюта. Но у меня муж был против. Он хотел именно породистую, поэтому мы как бы нашли общий компромисс, как бы и я не против, и он не против. И да, у нас появился шиперкий маленький песик, с которым, да, удобно путешествовать, его удобно везде брать с собой. При этом он обладает чисто овчарочим вообще характером, причем характером все-таки ближе к немецкой овчарке, к бельгийске, но более жесткой все-таки. Но при этом ругать его бесполезно, кстати. Это такая порода, вы знаете, он все понимает. Он, видишь, вы ругаете его, но он не обижается. Вот, кстати, знаете, Линда обижается. Она может надуться, уйти куда-то, этот вообще не обижается, и он делает вид, будто не понимает, за что ты его ругаешь. Он, вы знаете, ну слишком добрый, я не знаю, как это сказать даже. Он очень добрый, очень добродушный, и он совершенно не хочет идти на конфликт с хозяином. Вот именно с хозяином, со своим человеком. Это очень удивительно, потому что это вообще такая, знаете, противоположность Линде, которая там, ну ругаешь ее, она прижмет ушки, уйдет, и вся такая видчивая. То есть она, ну поймет, за что ее ругают, но выражать какую-то радость за это она никогда не будет. А он же, наоборот, типа, ну ты злишься, ну я еще больше буду махать хвостиком, лизать тебя, чтобы ты не злилась. То есть они какие-то более тактильные, более добродушные. Я даже не знаю, вот не могу найти наиболее подходящий эпитет, но они другие. Вот сразу видно, что другая порода и прикольная порода. Единственное, что я хотела бы в конце добавить, что шиперки все-таки не для новичков. Вот. Ну, за исключением, если вы очень много читаете литературу, если вы до этого общались с шиперки и с их владельцами, так, конечно, можно. Но они такие очень особенные, они дьяволята. Это дьяволята, но безуклона, вы знаете, в такую какую-то типичную злобность, там, чихуахуа, я не знаю, которые лают и облаивают все, что движется. Ну, у многих чихуахуа, я не хочу выбирать владельцев чихуахуа, есть и хорошие собачки. Все зависит от воспитания. Ну, как бы, есть такая тенденция. У них нет такой, нет, у них агрессии, зоу-агрессии. То есть, если к ним подойдет какой-нибудь песик понюхаться, они нормально будут себя вести. Но при этом это серьезные овчарки, и нельзя спускать им с рук всякие такие выходки, которые вы не хотите видеть в дальнейшем. Вот. Но, блин, вы знаете, я очень счастлива, что я выбрал именно шиперки. Я не исключаю, что когда-нибудь в будущем у меня появится еще одна собака, и у меня уже есть некоторые планы. Но это очень долгосрочные планы, в очень-очень долгой перспективе. Сейчас меня вообще все устраивает. Вот. Поэтому, друзья, была такая у нас история. Счастливая. С счастливым концом. Как концом? С продолжением. Вот. Я надеюсь, что у нас все будет нормально, что мы сможем жить в Москве счастливо и не страдать от этого. Кстати, про Москву и двух собак и все такое я вам, наверное, расскажу в своем видео на ИГТВ в Инстаграме. Но это все-таки такое более отстраненное конкретно от собак. Поэтому, если вам интересно, не забывайте заходить в мой Инстаграм. Подписывайтесь, потому что у меня мало подписчиков. Вот. Ну, блин. Мне так хочется, чтобы мои ролики и мои посты читала как можно больше собачников, как можно сильнее, шире наше комьюнити расширялось. Но, к сожалению, пока что есть-то есть. Продвигать Инстаграм это трудно. Собственно, как и этот канал, потому что я так и так его создала, и пока так мало подписчиков. Но я не унываю. Эти видео не приносят мне абсолютно никаких денег, поэтому это все чисто энтузиазм. Но также не забывайте подписываться на мой блог на Ацзене. Все городские окраины. Все ссылочки будут внизу. И если у вас есть вопросы или запросы, пишите все в комментарии. Я все читаю. Я рада единомышленникам. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok